Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 2 марта. Преподобные в Арсенофе и Савва Тверские были игуменами Савина Сретенского монастыря, основаны недалеко от Твери в 1397 году. Савиным монастырь назывался по имени основателя или по храму во имя преподобного Савва Священного Сретенским, по главному храму обители Сретене Господне. Преподобный в Арсенофе, старший брат блаженного Савва, был поставлен настоятелем обители преподобным игуменом Саввой Вишерским, который отправлялся в паломничество на Святую Гору после пяти лет управления монастырем. Преподобный в Арсенофе удалился в пустыню, передав игуменство своему брату преподобному Савве, и повелел ему принять священный сан, ибо был чист он от чрева матери своей и достоин такой благодати. В уединении преподобный в Арсенофе прожил сорок лет, и во все эти годы свидетельствует преподобный Иосиф Волоколамский. Другого дела не было у него, как молиться, петь и читать книги. Он брал книги у христолюбцев и по прочтению отдавал, потом брал в другом месте. У блаженного не было ничего, даже медной монеты, ибо любил он нищету и нестижание. За долгое внимание к себе безмолвия, молитвы и чтения святых книг он удостоился такой благодати, что помнил все Священное Писание наизусть и свободно передавал его всякому требующему. К нему приходили отовсюду многие иноки и мирские благородные люди, иные для пользы душевные, другие требуя разъяснения какого-либо места Писания. Даже митрополит Сеаруси Фотий по временам присылал к нему с просьбой и дать объяснение непонятному изречению Священного Писания, о котором был у него с кем-либо спор. Известен случай, когда Нин из братьев, пресченный бесом, решил похитить эскелий преподобного книги и пал замертво на пороге с книгами за пазухой. Только благодаря молитвам святого Арсенофия несчастный был воскрешен и впоследствии до конца дней своих достойно подвизался в обители. Достигнув глубокой старости, преподобный Арсенофий вернулся в монастырь к своему брату преподобному Савве. О духовной строгости преподобного Саввы свидетельствует преподобный Иосиф Волоколамский. Мы видели блаженного Савву, который настоятельствовал Саввеном монастыре в Тверской стороне более 50 лет. Он так заботился о своей пасте, что всегда стоял в церковных дверях с жезлом в руке. Если кто-либо из братьев не приходил к началу служения в церковь, или выходил прежде отпусто, или во время пения разговаривал, или переходил с места своего на другое, то преподобный Савва никак не молчал о том, а запрещал, так что не опускал без внимания и малых проступков. Когда нужно, бывал он в срок, а когда надо было, бывал и милостив. Во время страшной эпидемии в те годы в обители приставились все священники. Преподобный Савва посещал, исповедовал, причащал больных и сам погребал умерших. Тогда появилась великая благодатная сила святого подвижника. По словам преподобного Иосифа, когда блаженный Савва посещал больного и исподоблял исповеди, а в это время приходил брат и говорил, что такое-то умирает и требует исповеди, то блаженный отвечал, иди, брат, скажи умирающему, чтобы не умирал, а подождал моего посещения. И как только брат передавал это умирающему, тому становилось легче. Когда же приходил блаженный Савва и удоставил святых христовых тайн, тогда брат умирал. И это было не с одним или двумя, а со многими. Пока живы были блаженный Савва и святой Варсонофий, говорит преподобный Иосиф Володский, то в монастыре было все чинно, тихо и мирно при их наставлениях. Если являлся какой-либо строптивый и с худым нравом, они не дозволяли ему творить свою волю. Когда же приставились блаженный Савва, святой Варсонофий и другие отцы, ревнители отеческого предания, выбрали игумена из другого монастыря, и тот начал жить не по уставу этого монастыря и не по преданию тех святых старцев. Их предание было такое, чтобы никто не ел и не пил иначе, как за общую трапезу, чтобы не выходили из монастыря без благословения, чтобы отроки не жили по кельям или во дворе, и чтобы женщины не входили в монастырь. Вообще у них все было по уставу общежития. А тот игумен, пришедший сюда, все это испортил и оставил без внимания. Спустя немного времени является ему во сне святой Савва и говорит, «Несчастный, почему ты немало не заботишься о монастырском благочине и благочестии, но все пренебрег и почитал ни во что, и бил его жезлом довольно так, что тот не мог встать с постели. Когда же выздоровел и почувствовал свою неисправность, то уже не смел более и настоятельствовать, а вскоре возвратился туда, откуда пришел». Так преподобный Савва и после кончины своей оберегал свою обитель. Представился преподобный Савва около 1467 года, а святой брат его несколько ранее. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.